Я тут обнаружила, что мой муж шпионит на русских. И я разочарована. Путином. Он реально берет всех. Нет, мужем я не разочарована, он тем самым немного подрабатывает. Вы бы тоже так делали и не говорите, что вас нельзя купить. Это только потому, что вы никому не нужны. Но какая от этого польза Путину? Платить альтернативе для Германии за то, что они несут чушь. Они бы делали это и бесплатно. Но я должна сказать, что они смелые. Будучи политиком, я бы не осмелилась шпионить на Путина. Если он спросит, как дела в Бундестаге, мне придется ему рассказать. Что канцлер снимает видео для ТикТока, министр экономики пишет новую детскую книгу, а министр иностранных дел ищет разницу между Кобальтом и Кобальдом. Путин решит, что я хочу его обмануть. И вот уже у моего чая несколько странноватый привкус. Китай тоже шпионит за Германии, предпочитая сферу военных технологий. Но тут я скажу так, пускай делают. Это лучшее, что может с нами случиться, если они в своем стремлении к копированию слежут у нас все подряд. Дайте им чертежи танков, Штутгарта-21 и реформу здравоохранения Лаутербаха. И через год, и через год Китай будет на краю пропасти. Представьте себе Deutsche Bahn и его дешевую подделку. Белую дождевую бочку, в которую вы выливаете чиликонкарно, а потом катите вниз по склону. А, нет, эта картинка не подходит, ведь бочка была в движении. Здесь не нужно ни за кем шпионить, ведь в Твиттере политики и так откровенно говорят обо всем, что у них на душе. Во всяком случае, я думаю, что слова идут напрямую от души, минуя мозг. Полов Шольц действительно есть в ТикТок. Он показывает там свой портфельчик и ухмыляется, как будто он Штауфенберг. Я думаю, тем, кто помоложе, еще знаком Штауфенберг. Тот, другой, тоже с повязкой на глазу. Только с ним это случилось не во время пробежки. Кстати, о Штауфенберге. В те времена у нацистов была шифровальная машина для контр-шпионажа, которая шифровала сообщение. Она называлась Энигма. У нас есть ее последующая модификация. Анна-Лена. Она оговаривается так, что никто не может ее расшифровать, даже она сама. Но это не имеет значения. Чтобы запутать врага, не обязательно изображать замешательство. А запутавшихся людей здесь много. Недавно я где-то прочитала «Повесь зеленых до того, как исчезнут деревья». Это что-то новенькое, не так ли? Убийственная ненависть к зеленым и забота о деревьях. Кстати, это правда, что насилия в отношении политиков становится все больше. Но и политиков становится все больше и больше. На последних выборах в Бундестаг было 54 партии. Я думаю, становится все сложнее не отдубасить тех, кто стал чувствовать себя политиком. Но я хотела бы сказать одну вещь тем, кто специально нападает на политиков. Вы не развалите партию, убрав плакатчика. Он редко бывает главой банды. А если вы видите, как кто-то вешает свою собственную фотографию, не добивайте его. У кого нет человека, который бы расклеил за него плакаты, у того нет и тех, кто за него проголосует. У Олафа Шольца, к счастью, есть надежная защита от нападений. Он управляет стороной так незаметно, что его не видно невооруженным глазом. Если вы видите его по телевизору, то это тепловизионная съемка с десятикратным увеличением скорости. Но именно это мне и нравится в Шольце. То, что его нельзя ощутить. Как говорят о презервативах, неощущаемые. Многие думают, что все эти нападения на политиков, покушения в Словакии, это конец демократии. Нет. Это результат демократии. Этот киллер вбил себе в голову, что один человек может что-то изменить. А я слишком разочаровалась в политике, чтобы прибегать к насилию. Хотя, как вам сказать, я просто из Австрии, а это бывшая монархия. Стоило убить Кайзера, как за ним следовал его брат. В два раза меньше ума, в два раза больше глупости. Если убивали его, то призывали какого-нибудь кузена из темницы, просто тля на семейном древе, после которой царствовал только кора. Все это не меняло систему. Система не имеет физического выражения. Это можно было наблюдать при захвате Капитолии США. Они мощно ворвались внутрь, а затем также мощно вышли. Это было настолько неудачно, что с тем же успехом можно было бы пойти и проголосовать.